либо 8 лет назад и в этом событии была обида на мальчика ребенка и вот это событие оно как раз в данный момент мешает вам а если бы вы сейчас могли это вспомнить этого мальчика ребенка который отобрал или там сказал что-то плохое как-то вас обидел и простили тогда в этом году бы это все произошло наша жизнь имеет ключевые повороты и они очень мешают вы знаете вся наша жизнь это циклы это циклы восьмилетние 16-летние 32-летние соответственно 64-летние и соответственно далее целом человек должен жить 129 лет и его жизненный цикл он делится на циклы состоящие из 129 общий лет общей жизни которая предназначена для счастливой жизни человека почему тут сразу такой вопрос почему тогда человек живет не счастлива а вернее нет не так не так счастлива живут люди почему тогда человека не живет 129 лет ответ тоже в этом ответ тоже есть это звучит так если человек рожден то человек рожден для того чтобы быть счастливым человеком но любое отклонение от части отклоняет его от его правильной счастливой жизни что приводит к укорочению жизни и он живет меньше поэтому если нацелиться на то чтобы быть от всего счастливым и получать отчего счастья то это все могло бы или может измениться если какой-нибудь магическое заклинание которое может помочь человеку быть счастливым конечно есть магия есть определенные магические заклинания вы наверное знаете что язык человеческий он уникальный вспомните эти слова которые написаны в библии и сказал бог слова и появился день и сказал бог слова и в начале было слово помните то есть сначала появилось какое-то слово то есть вот это слово это наверное то чем человек похож на энергию бога потому что бог тоже пользовался видимо словами слова в этом случае не столько является элементом выделяемым при раздражении голов голосовых связок а тем элементом который возникает как обоснованно и четко сформированная имеющая под собой об грунтование и историю и синаптическую связь мысль то есть вы и сначала скорее всего была мысль которая была каким-то образом реализована в виде звука но и видимо это все имеет название слова то есть из этого слова выросла в дальнейшем вот и эзотерика вы знаете что такое эзотерика эзотерика это наука это наука которую не принимает современная наука не принимает не философия не психология почему невозможно это все доказать но дело в том что много чего нельзя доказать допустим нельзя доказать везение а ведь она есть человек говорит нет все эзотерика это все ерунда я согласен с вами но докажите мне везение почему одному человеку может пять раз вести в тот момент как другому не везет почему есть счастливые бесконечно люди а есть несчастливые почему есть люди которые чтобы не делали у них ничего не получается есть наоборот делающие один шаг вперед и потом сто шагов вперед почему есть люди которые что-то знают и вот они что-то знают живут с улыбкой им везет и везде пруха в жизни а вы как бы не старались и я знаю очень много умных людей которые работают с утра до ночи но у них не получилось стать не богаче не знаменитие я знаю других там народных депутатов каких-то людей в обществе и так далее которые учились плохо жили плохо все время ругаются как-то грызутся женами плохо живут тысячи у них там женщин на стороне и у них один шаг вперед 100 вперед один шаг вперед 100 вперед и с чайкам разговариваешь думаешь боже какой человек но есть понятие такое которое называется эзотерическое это то что мы визуально никогда не увидим но то что знают определенные люди и эти знания которых я говорю это знания или определенные которые могут иметь инструмента определенные эти инструменты заключаются в определенном мышлении в определенной магии, а магия очень часто может проявляться в виде слов. Есть слова, которые имеют перевод, то есть они имеют перевод для человека, то есть там, допустим, есть молитвы христианские, допустим, «Да воскреснет Бог, расточатся в разе его, бегут от лица его ненавидящие его, окей, исчезает дым, да исчезнет». То есть такие молитвы способны убрать у человека подселение, экзорцизм, сделать человека более чистым. Ну, существуют молитвы, которые существуют в Куране и Суры, которые могут помочь человеку лучше делать бизнес, допустим, ну, какую-нибудь там «Ляфеля Адаус Рахамди Рахима Саляму Алейкум», и человек после этого может улучшить бизнес. Но существуют определенные слога, которые называются древним языком, то есть языком до того момента, ну, назовем условно это древнекреольским. И существует этот язык у магов, которые владеют таким языком. И существует определенный язык, первородный или первопричинный язык. Можно тут же мне сказать «Да нет, не бывает никаких первых языков». А как же ребенок общается со своей мамой? Почему он не говорит «ню-ню», а говорит первые слова его «мама», «от-от», «дай-дай», «от-то» и так далее. И вы знаете, если взять всех детей со всего мира, то их слова, которые они начинают говорить, первые младенческие слова, они будут у всех абсолютно, всех национальностей абсолютно одинаковыми. Можно ли сказать, что это первородные слога, первородные слога самой первородной и самой древней души? Конечно. Так вот, существует определенный язык, он называется языком мага. И в этом языке мага есть определенные слова. Человек, который знает язык мага, может объединять определенные слога между собой и делать определенные заклинания, которые очень похожи на абракадабру или набор слов. Но когда начинаешь изучать лингвистику и начинаешь понимать, что те слова, которые есть в древнем языке магов, они являются первородными и очень часто имеют корни с древним арамейским или древним эвритом, в идиши или в санскрите, можно найти вот такие похожие очень слова. Какое это слово, которое может тотально улучшить судьбу человеку? Это слово звучит так. Уцоне – это храм. Если каждый день утром повторять с открытыми глазами, просто сидя, уцоне – это храм, уцоне – это храм, уцоне – это храм, и делать это утром, ну я не знаю, там, 3 минуты, и вечером 3 минуты, и делать это на протяжении хотя бы 1-2 месяцев, жизнь очень улучшится. Не только у вас, а у тех, кто рядом находится, у близких и так далее. Человек говорит, у меня очень плохое самочувствие, я боюсь, у меня панические атаки и так далее. Я уже давал вам такие слога, помните, там, тряв сык от страхов к истеплову, там, припутав, и обычные люди, они когда это слышат, для них это непонятно им, а значит, это ерунда какая-то. Но вы знаете, у них ерунда, а у моих учеников, которые это используют, не ерунда, потому что они знают, как это эффективно работает. Поэтому каждому свое и так далее. Ну что, хорошее начало.